Добрый день! Специально для зрителей канала наших друзей Госфильмофонда и в рамках акции «Ночи искусств» мы подготовили программу прекрасных фильмов об искусстве, многие из которых можно будет увидеть в программе архивных показов кинотеатра «Иллюзион». Десять фильмов о художниках. И начинается она с фильма, безусловно, всем знакомого, знаменитого. Это фильм Андрей Рублев, режиссера Андрея Тарковского. В свое время мы знаем, этот фильм не приняли официальные власти и руководство Госкино отрицательно к нему относилось. Но интересно и то, что фильм не приняли историки и искусствоведы, которым этот фильм был показан в надежде на их поддержку. Фильм показался им надуманным, слишком мало известно о жизни художника и слишком вольно, как им показалось, фантазируют о жизни в 15 веке режиссеры второй половины 20 века. Но все дело в том, что такая реакция во многом характерна. Дело в том, что мы ждем от фильма о художнике какого-то восстановления событий, фактов, реконструкции его жизненных обстоятельств. А это невозможно. И поэтому можно сказать, что фильм Андрей Рублев не о художнике средних веков, а о художнике 20 века. Это такая во многом, если не автобиографическая повесть, то все-таки повесть об отношениях художника со своим народом, с представителями власти, которая довольно легко переносится на события, скажем, близкие к моменту создания фильма. Например, «Татаро-монгольское нашествие» вполне читается как такая своеобразная рефлексия или такое воспроизведение событий Отечественной войны, недавно закончившейся. Интересно, что те, кто видели фильмы, помнят, в конце там появляется икона Рублева-Троица, и это изображение единственный эпизод, снятый в фильме «В цвете». Вот эта традиция показывать в конце фильма произведение художника, который, собственно, и является героем фильма, оказалась довольно распространенной. И вот в частности в фильме «Кензи Медзагути у Тамаро и пять его женщин» тоже мы в конце фильма видим, как у Тамаро или его дилер раскладывает перед зрителем большие листы с его гравюрами. И этот фильм, снятый в 1947 году, в такой же степени, а может быть даже и в большей степени, является автобиографическим. Такой эпизод из жизни художника, где, конечно, говорится о его творчестве, где мы видим соперничество его с другой школой, с учениками, с почитателями, с гейшами. И вот все эти обстоятельства жизни у Тамаро и его характеристика как человека творческого и увлеченного своим творчеством, они, как ни странно, а может быть действительно закономерно, совпадают с обстоятельствами жизни самого режиссера Кензи Медзагути, который тоже любил посещать кварталы гейш, например, и отношения которого с женщинами тоже были достаточно сложными. И вот эта тема женщин и творчества, мне кажется, она очень красиво раскрывается в эпизоде, где художник рисует, делает рисунок на спине одной из гейш для того, чтобы потом мастер мог выполнить татуировку. То есть не какую-нибудь татуировку, а именно сделанную по рисунку знаменитого художника. Этот фильм является не только биографией у Тамаро, но отчасти и такой художественной, творческой биографией самого Медзагути. Стало понятно уже в тот момент, когда создавался сценарий, потому что автор сценария вспоминал позднее, что по мере того, как он писал сценарий к фильму, он все больше и больше понимал, что пишет этот сценарий о жизни режиссера фильма. И вот эти рифмы, которые существуют между судьбой художника, о котором идет речь в фильме, и судьбой создателей фильма, можно отметить, например, и в фильме Александра Корде «Рембрандт», потому что здесь мы видим Рембрандта в трудный период его жизни. И вот все эти проблемы, которые испытывает герой фильма, они близки, в общем-то, и создателю, продюсеру и режиссеру Александру Корде самому. Он также покинул родной дом, уехал из Венгрии. И иногда даже кажется, что когда Рембрандт в фильме конфликтует со своими кредиторами, это действительно тот эпизод, который очень понятен продюсеру, который тоже всегда связан с материальными проблемами или с поисками денег. И даже такая деталь, что актриса, которая играет Гертье Диркс, это Гертруда Лоуренс, что она на съемках немножко конфликтовала с Чарльзом Лоутоном, исполнителем роли Рембрандта, тоже подтверждает эту историю о том, что это фильм не только о художнике XVII века, но и о продюсере XX века. Фильм Дерека Джармана о Караваджо в такой же степени может считаться автопортретом самого Джармана, поскольку с Караваджо его сближает поиск новых форм и нового содержания. И интересно, что в работе над фильмом о великом итальянском художнике соавтором Джармана была великая женщина итальянского кино, автор сценария этого фильма Сузо Чеки Домико, которая работала и с Висконти, и с Феллини, считается такой легендой итальянского кино. Фильм Дерека Джармана о Караваджо получил в 1986 году «Серебряного медведя» на Берлинском фестивале. А фильм Брюно Димона «Камилла Кладель» был показан в Берлине в 2013 году. Этот фильм рассказывает о жизни Камиллы Кладель, известной женщины-скульптора, соавтора, сотрудницы и любимой женщины Агюста Родена в очень тяжелое для нее время, когда она оказалась в доме для умалишенных, которым она провела еще долгие годы. И это такой один эпизод из ее жизни в то время. Играет ее в этом фильме прекрасная Жюльет Бенош. И вот здесь как раз в финале фильма мы видим не произведение самой Камиллы, а ее лицо крупным планом, с которым Брюно Димон работает почти как скульптор. Мы действительно видим ее лицо, которое медленно преображается, на нем появляется улыбка. В этом фильме Брюно Димон немного отступает от своих правил. Обычно он не использует профессиональных актеров, а здесь, в этом фильме, он использует в главной роли настоящую звезду французского кино. И это, наверное, действительно одна из лучших ее ролей. Но, мне кажется, этот фильм не очень известен широкой публике. Хотя, жаль, он вполне достоин внимания. Фильм «Монпарнас-19» рассказывает о судьбе художника, очень известного и любимого сейчас. И, безусловно, очень любимого и известного в то время, когда создавался этот фильм, 1958 год. Но при жизни он был не признан, и судьба его оказалась очень трагичной, так же, как и судьба его подруги Жанны Эбютерн. В фильме Жоржа Бекера «Монпарнас-19» их играют звезды французского кино Жерар Филипп и Анук Эме. И это такой прекрасный, очень нежный фильм, который, наверное, расскажет не только о жизни французской богемы в 20-е годы, но и о вкусах французского кино в конце 50-х, где есть прекрасные женщины, изящные, утонченные, где есть вот этот мир французской богемы, где есть вельветовые пиджаки, меха. Довольно характерно, что в конце мы видим, опять, как бы уже после гибели художника, мы, зритель вместе с героями, оказывается в его доме, в его такой небольшой комнате, в мансарде, где сложены его картины, которые тогда еще никто не покупал. Это такая горькая ирония, поскольку сейчас, конечно, произведение Модельяне стоит очень дорого. И это такая нота в конце фильма, которая как бы подчеркивает эту иронию или, скажем так, такую трагедию непризнанного художника. В фильмах о художниках, мне кажется, особенно интересно наблюдать за тем, как эти художники работают. И фильм «Люси Окерс-Валка» рассказывает об одном проекте, на котором работал известный американский и бразильский фотохудожник и художник Вик Мюнис. Среди его фотографий есть работы, которые выполнены из предметов, найденных на свалке. Он делает из них огромные инсталляции, которые повторяют известные картины «Смерть Барата» или какие-то другие работы. Над этим проектом он работал у себя на родине в Бразилии, и ему помогали люди, которые действительно живут и работают на свалке. И с их помощью были созданы несколько таких картин, которые он потом фотографировал, то есть картины инсталляции, которые он потом фотографировал, и которые были проданы на аукционе, и в том числе часть денег, которые были там получены, были пожертвованы сообществу вот этих людей, его соотечественников. Этот фильм интересен не только тем, что он приводит зрителя в какие-то необычные для него места. Например, в одном из эпизодов люди, которые работают на свалке, обращаются к операторам и говорят, ну, смотри-ка, они снимают «Animal Planet». Этот фильм прекрасен тем, что он показывает, как художник выстраивает свои отношения с этими людьми, как они становятся его помощниками и даже соавторами. Фильм «Марина Абрамович. Присутствие художника» тоже рассказывает об одном из проектов великой современной художницы, но ценен он даже не тем, что мы можем посмотреть на то, как происходил ее знаменитый перформанс «Художник здесь с вами», когда можно было прийти, сесть напротив нее и смотреть ей в глаза. В фильме есть очень трогательные эпизоды. Например, сцена, когда одним из первых ее зрителей становится Улай, или когда о ней рассказывают ее многочисленные друзья и поклонники. Мне кажется, что авторам этого фильма удалось показать Марину Абрамович не только составив такую коллекцию из ее работ или отзывов о ней, но и очень близко подойти к ней и показать ее как человека, безусловно, очень симпатичного и как очень интересную женщину. Мы видим, в каких условиях ей приходилось жить или каким испытаниям она себя подвергала как художница. В фильме «Работа без автора» режиссер Флориан Хенкельфон Доннерсмарк рассказывает о судьбе художника, и это становится основной сюжетной линией фильма, где он рассказывает скорее о судьбе Германии и о судьбе немецкого искусства во второй половине XX века. Здесь странным образом рифмуются медицина и искусство, и понятие дегенеративного в отношении искусства становится таким по-настоящему медицинским понятием. В фильме снимались прекрасные молодые немецкие актеры, и очень интересно, как на протяжении того, как развиваются события с 30-х годов XX века и дальше вперед до начала 80-х, меняется сама изобразительная стилистика. Не только художник находит новые способы выражения, но и, следуя за ним, оператор и режиссер меняют изображение, меняют картинку в фильме. Этот фильм частично основан на событиях из жизни великого современного немецкого художника Герхарда Рихтера. Но опять мы возвращаемся здесь к теме того, что биография художника не может быть восстановлена или нельзя принимать фильм как такую реинкарнацию или реконструкцию биографии художника. В данном случае тоже Герхард Рихтер оказался недоволен тем, как события его жизни оказались представлены в этом фильме. Но, тем не менее, это не делает фильм хуже, а может быть, и даже делает его более интересным для тех, кто является поклонником Рихтера или для тех, кто является поклонником режиссера, известного нам, в частности, по фильму «Жизнь других», за который он тоже в свое время получил Оскар. Наверное, справедливым будет сказать, что фильм о том, как жил и работал художник, может быть очень разным. Это может быть мелодрама, это может быть такая эпическая история, как вот в случае с фильмом «Работа без автора». Но лучше всего о художнике, конечно же, говорят его произведения. И поэтому в качестве завершающего фильма нашего обзора я выбрала фильм «24 кадра» «Аббаса Киарастами». Это последний фильм великого иранского режиссера, который, собственно, заканчивал его сын. И этот фильм нам особенно дорог, потому что его премьера в России состоялась на фестивале, который проводила наша газета. И тогда приезжал его сын, Ахмат Киарастами, давал интервью и очень интересно рассказывал о том, как сложился этот фильм. И в частности о том, что он сделан как такой фильм наоборот. Он сделан на основе фотографий, которые в свое время делал Аббас Киарастами. И среди фотографий есть также живописные работы. В частности, фильм начинается с известной картины Брейгеля «Охотники на снегу». Тоже такой вполне кинематографической картины, которую уже часто цитируют теперь в кино. При этом она воспринимается почти как цитата из Тарковского. Так вот, в фильме «24 кадра» неподвижные живописные изображения работы и фотографии оживают. И их выбор, подбор музыка, то, как реконструируются движения, исходя из остановленного в живописи или фотографии момента, все это действительно такая очень интересная, своеобразная работа, которую, повторюсь, Киарастами, это была работа, над которой Киарастами работал долгие годы, но тем не менее не успел завершить. И вот завершение и, собственно, закончил эту работу за него его сын вместе с его сотрудниками, оператором, художником. и таким образом в нашей небольшой программе эта тема того, что лучшим свидетельством жизни художника остаются его произведения, вот эту тему можно завершить вот как раз фильмом Баса Киарастами 24 кадра. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова